Россия призывает взаимодействовать в Сирии, конечно, не только по военной линии. О дипломатических усилиях подробно говорил сегодня глава МИДа, выступая в Нижней Палате Парламента. Оттуда репортаж Дмитрия Кочеткова. Дума впервые после начала российской операции в Сирии обсуждает проблемы внешней политики. Сергей Лаврова просто засыпали вопросами о ситуации в арабской стране. Министр заверил, что по Сирии Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в урегулировании. Причем Вашингтону Москва уже предлагала провести переговоры на высоком уровне. Но Соединенные Штаты пока ограничиваются консультациями по военно-техническим вопросам. Существуют ли какие-то конкретные форматы, кроме площадки совбеза ООН, по объединению усилий России и США в борьбе с мирным терроризмом? Мы были бы готовы направить в Вашингтон высокую делегацию в главе с представителем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Нам было отвечено, что делегацию в Москву направлять у них не получается и принять делегацию в Вашингтоне не получается тоже. Мы готовы садиться и с картами в руках договариваться, где террористы, по вашему мнению, где террористы, по нашему мнению. Я убежден, что если по-честному работать, то эти оценки в подавляющем большинстве случаев совпадут. Сергей Лавров привел такой пример. Некоторые западные аналитики считают, что на террористическую группировку Джебхата-Нусра можно будет опереться в будущем. Россия считает, что это недопустимо. Террористы должны оставаться террористами. Лавров подчеркнул, что важна координация усилий со странами региона. Начинать нужно просто с того, чтобы эти карты раскрыть и в прямом, и в переносном смысле. А дальше подтвердить делами, что мы все делаем то, о чем заявили, боремся с террористами. Может быть, кто-то думает, пусть ИГИЛ и правительство Асада друг друга истощают, и потом, значит, когда они будут все ослаблены, и правительство рухнет, и ИГИЛ добьем. Мне не хотелось бы думать, что именно такой простенькой, в кавычках, логикой руководствуются некоторые наши западные коллеги. Говорили сегодня о том, что каждый точный удар российских самолетов по позициям боевиков в Сирии вызывает ответные пропагандистские залпы в западных СМИ. Наши внешнеполитические противники решили одним махом изменить международное общественное мнение, сообщив всему миру, что удары российских летчиков в первую очередь наносятся не по объектам ИГИЛ, а по объектам вооруженной умеренной сирийской оппозиции. Да, дезинформация будет, она неизбежна, мы это видим, стараемся на любые провокационные вбросы дезинформации сразу же отвечать. Мы обратили внимание, что вскоре после того, как началась операция наших воздушно-космических сил, в западных СМИ синхронно появились вбросы в неких отрядах умеренной патриотической оппозиции в Сирии, о которых мало кто слышал до этого момента. Сегодня же Сергея Лаврова спросили, нет ли просьб от других стран, кроме Сирии, об использовании нашей авиации для борьбы с террористами. Глава МИДа ответил, что таких обращений не поступало. Еще одна тема, так и не состоявшаяся отмена виз с Европой. Переговоры о безвизовом режиме с Евросоюзом шли с начала 2000-х годов, но затем были приостановлены, хотя Москва выполнила все условия. Когда облегчили визовый режим для китайских групп туристов, то в результате ежегодно более миллиона китайских граждан начали посещать нашу страну. Естественно, оставляют здесь свои деньги, покупают товары, питаются, живут в гостиницах и вносят неплохой вклад в развитие нашей страны. Вы знаете, какова позиция Евросоюза в отношении давнего проекта документа об отказе от визовых требований. Его, грубо говоря, замурыжили в Евросоюзе, причем заняли негативную позицию задолго до того, как разразился украинский кризис. Поэтому у нас тут иллюзий не было. Такое очень небольшое, но очень агрессивное меньшинство в ЕС потребовало не подписывать соглашение об отмене виз между Россией и Евросоюзом до того, как первыми безвизовый режим от Евросоюза получат Украина, Молдова, Грузия. Когда правительственный час в Госдуме уже завершался, стало известно, что Соединенные Штаты отказались считать вчерашний обстрел посольства России в Дамаске терактом. Таким образом, не удалось согласовать проект резолюции Совета безопасности ООН. Лавров назвал это прискорбным фактом. Дмитрий Кочетков, Кирилл Зотов, Первый канал.